Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите Моженсплей канал, и мы продолжаем проходить Вархаммер 40 тысяч Дарк Крусейд за имперскую гвардию. Как я и говорил, сегодня мы с вами штурмуем в Андейской побережье, я скипнул ход в конце ролика предыдущего, там в принципе ничего такого интересного не было. Тут некроны пытаются на космопорт Павониса напасть, тут чё-то кусмодесандики с этой поехавшей Эльдаркой беснуются, орки тут какой-то хернью занимаются. Да, хаситы сидят на своей базе, пердят и нихера больше не делают, как-то так. Собственно, если будут нападать на эту территорию, мы им там по жубам дадим. Ну ладно, сегодня мы идём на в Андейской побережье, возьмём себе грейд на промышленное производство, нихрена не помню, что тут надо делать, давайте вспоминать. Так, берём себе ребят, берём себе комиссара и ещё ребят, наверное, давайте возьмём себе все отряды, почему бы и нет. Го, вперёд бойцы, в бой! В Андейское побережье, некогда бывшее оживлённым промышленным центром, с началом тёмного похода опустело. На некоторых фабриках, в городах работа продолжалась, но большинство подземных обогатительных заводов было законсервировано, ТАО. С началом похода эти сооружения приобрели большое стратегическое значение. Стороны конфликта могли улучшить снабжение своих армий, захватив в Андейское побережье и разбудив спящих духов машин. Недели сражений сотрясали земли в Андее, пока рабочие подключали к комплексам мощные источники питания, способные вдохнуть жизнь в давно неиспользовавшиеся фабрики. Лишь тот, кто захватит в свои руки побережье, получит хорошие шансы на победу во всей компании. Ну, если я правильно помню, если я правильно... Эй, эй, где мы? Алло? А, вот. Если я правильно помню, здесь надо... А, да, здесь надо энергию собрать, точно. То есть надо строить электростанции. Ага. Пробудить производственный комплекс. За 20 минут надо набрать 3000 энергии или завалить врага. Завалить врага это всегда тяжело было, но мы, конечно, попробуем, естественно. Так, и касательно этого, нам, получается, надо электростанции штамповать срочно по КД. А, помимо этого, нам еще надо с вами... Ну, либо разводить врага, как вы это понимаете правильно. То есть нам надо, получается, отожрать себе зоны термогенераторов. Надо их как-то побыстрее захватить, как можно, да? Ну, сейчас, короче, разберемся. Короче, это наша, так сказать, стихия. Потому что мы сейчас с вами как пойдем... Как захватим позиции. Ой, вам будет жестко, парни. Так, сюда сразу же юнитов давай. Давай сюда, в центр, сразу. Так, тут у нас лавовые шахты всякие, интересно, есть. Давай отжирать точки сразу, как можно быстрее. Как можно больше тоже, да? Туда. Так, а на лавовые шахты мы просто так не можем все сделать, да? Давай тактический штаб сюда. Нет, давай пехотный сначала, во. Хорошо. И надо срочно укреплять позиции, вот эти передовые. Давай сразу передовые точки укреплять. А там дальше сейчас все пойдет как по маслу. Так, укрепляй позицию, ты иди сюда. А тут точек больше нет, да? Давай тогда иди сюда. Так, а тут у нас эти, космосороки. Да-да-да, точно. Как я мог забыть? Так, сидите здесь на точке, пердите пока. Хорошо. Отжираем позиции. Ага, строимся. Так, пехотный тактический штаб. До этого нам надо дохера ресурсов, дохера энергии, ну и так далее. Поэтому давай сюда энергию делать. Так, гвардейцев сюда тоже давай сразу делать. О, а вот и они. А ну, может быть мы, как бы это, покажем ему куськину мать? Или императорскую мать? Во. Блин, суки, отжали точку. Так, сидим в обороне тогда пока что, ребят. Зажимаем здесь противника в тиски. Делаем, так сказать, соски в тиски. Ну, или типа того. Так, сюда тоже подойдем сейчас. Забираем позишены. Какой мать твою резерве? Вы в атаке, бойцы. Так, давай сразу турельки сюда заделаем. Ага. Лишними, блин, точно не будут. Так, отлично. Поехали. Так, они там тоже какие-то точки отжирают? Да, 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 так и есть. Но это, в принципе, не особо нам сейчас опасно. Для нас это абсолютно не имеет никакой опасности. Так, заходите в стратегические позиции. Блин, а стратегические позиции здесь мало. И, в принципе, нам надо сейчас заняться этой электроэнергией. Каким-то образом. Так, мужики, давайте позицию заберем эту. Отрежем врага здесь. Так, хорошо, пустая позиция. Отличненько. Так, это мы тоже забираем. Тут мы все укрепляем. Все, блин, как надо. Зажимаем врага в этой... В этом ущелье. Отбираем себе половину, даже большую часть половины карты. Здесь у нас две лавовые шахты, кстати. Да, мы можем, получается, обе забрать. Заберем обе лавовые шахты, будет круто. Так, это у нас полковые телохранители. То есть они жесткие должны быть, по идее. Улучшаем. Сюда надо, наверное, укрепление заделать. Так, турелька тут есть, хорошо. Давай дальше позиции. Так, надо потихоньку, наверное, тут тоже их подпушить. Давай сюда зайдем. Сюда. Тут тоже давай попробуем зайти. Они, конечно, точки забрали, но это ненадолго. Вы такое уже проделывали в церкви. Это ненадолго. Так, укрепляем. Ставим здесь турельки. Турельки на какую кнопку, кстати? На Ю. Блин, неудобно. Ну, насрать. Надо турельку одну поставить. Все, мужики, сидим. Здесь на точке ровно. Никуда не рыпаемся. Все в порядке, сэр. Наша задача довольно примитивная и простая. Удержать позиции. Забрать как можно больше электроэнергии. Все, забираем позиции. Давай сюда комиссаров. Повызываем. Так, 250-150. Подходит, улучшаемся. Хорошо. Я бы сказал, даже отлично. Блин, а энергии-то мало. Нужно для улучшения больше электроэнергии. 55. Да. А тебе надо? Да, надо электроэнергия. Ну, блин. Везде нужна чертовая электроэнергия. Но турельки тут тоже очень нужны. Так, лавовые шахты можем строить? Или пока нет? Да, боевой штаб нужен. Тогда немножко подождем. Хорошо. Сейчас он будет готов. Там 20 только процентов. Маловато. Ну, ничего. Тогда пойди пока что знаешь куда. Вот сюда. Пойди укрепи позицию. Пусть будет. Так, я и думаю, в принципе, что на эту точку будет вообще хоть кто-то нападать. Она довольно такая, знаете, вдалеке. Поэтому я не верю, что у нас будут прям влетать враги. Так, смотрите, тем более они там стоят, пердят, ничего не делают. Вот и мы тут таким же будем заниматься. Стоять, пердять, ничего не делать. Хорошо. Заберем лавовые шахты себе вот эти. И будет затем очень круто. Так, давай, наверное, это снесем временно. И поставим турельки вот где-то здесь. А, как вам идейка? Хорошее место для турели. Идеальное, я бы даже так сказал. Тоже самое могу сказать и здесь. Во, вообще шик. Три турели тут, три турели там. Класс. Так, хорошо. Улучшение практически готово. Еще комиссарчика, думаю, одного сюда вызовем. Ну, хотя бы одного, хотя лучше даже двух. Да, давай двух. Это у нас четыре предела. Не, больше, не больше трех. Хорошо. Блин, слушай, а класс эти косаркины настреливают? Прям молодцы. Так, энергия 1800. Хорошо, хорошо, хорошо. Потихонечку, по чуть-чуть, помаленечку. Ну, вроде как мы побеждаем. Чертовых космосорок. Не люблю их. Чертовые трейтеры. Приказывать им тут вздумались. Так, окей. Они, в принципе, ничего не делают. Опять же, не то, чтобы я был против. Это, наоборот, хорошо. Я бы сказал, что замечательно. Так, там улучшения готовы или нет? Нам нужны лавовые шахты. Да, готовы, отлично. Все, поехали. Давай, техножицы, немножко поработаем. Сделаем выработку электроэнергии. Я, конечно, в принципе-то могу. Вообще, охренеть и развалить сейчас врага. Но я думаю, что сначала... Ну, или не сначала, а у нас 13 минут, кстати, осталось. Мало. Попробуем электроэнергию выработать сейчас. Улучшилка всякие по заказам здесь. Давай, вот сюда пойдем. Так, генераторы. Ну, а почему бы, собственно, и нет? Так, еще поулучшаем бойцов. Можем больше делать. Куда принести его волю? Так, хорошо. Не знаете, что сказать. Так, турельку сюда давай. Еще турельки у нас тут с вами были. Не, ну, в принципе, у нас уже есть и комиссары. Враг даже меня не пытается пушить. Он стоит на своей точке и все. То есть мы его оттеснили, и они, вон, херней занимаются. Они даже не пытаются что-то делать. У нас тут косаркиного настреливают хорошо. А турельки что-то не достают, да? Да, странно, не достают. Но когда они подают сюда, турельки должны начать работать. Это даже не обсуждается. Так, давай сюда еще штаб механизированных войск. Я не верю, конечно, что на нас будут нападать здесь. Но если вдруг, пусть будет. Пусть будет. Так, улучшение позиций сюда. Генераторов тоже сюда. Давай еще задел. Нам надо дохера энергии выработать. У нас 11 минут есть. И нам надо успеть. Тут, в принципе, ничего такого не происходит, как я вижу. Наши войска стоят просто на возвышенности. Занимают самые выгодные позиции. И все. Вот сюда давай. Вообще обнаглеем. А тут что-то есть? А, есть. Турелька. Ну, они что-то не стреляют. То есть наблюдательный пост есть, но не стреляет. Опа. Понеслась, парни. Ну, наконец. Да я-то думал, вас придется ждать. Командира можно сюда подкинуть. Пусть поразвлекается. Так, ну что, мужики, бафаемся. В бой, бойцы. Ох, твою мать. Ты че-то в команде. Так, ну все-таки вижу механизаторские войска нам очень нужны. Давай. На передке тоже заделаем. Вот так. Так, командир пошел атаковать. Вперед. Да не туда, ёб твою, налево. Не то ты делаешь. Жить, бойцы, жить. Сюда. Давай-давай-давай, работаем. Сайкерские атаки давай заделаем. Так, а ну-ка. Бойцы, в бой. Кто будет отступать, того я замочу. Все, поехали. Давай сюда атаку заделаем. Так, они под бафами, как раз, залетат, хорошо. Так, а где можно турельки сделать? Тут можно? О, давай здесь турель тогда заделаем. Все, давай тогда турельки здесь заделаем. Тоже место хорошее. Так, бойцы. А, все, мы пробудили электроэнергию. А, это вся была миссия? Да ты че? Че-то как-то даже быстро. О, получили сторожили за 5 побед. Производство промышленное. Хорошо. Слушай, вообще замечательно. Так, ну а, кстати, за защиту нет. Да. Награды. А она была. Но тут есть свои проблемы. Так, одеяние губернатора. Че дает? Лимит взводов и техники позволяет включать штурмовиков от командования. О, классная штука. Орденская лента. Дух всех гвардейцев и скорость увеличения в ленте. О, давай ленту, а потом на дальний бой возьмем. Так, я, пожалуй, сейчас быстренько сделаю сейв, потому что че-то... Ну, блин, слишком быстро. А че так быстро энергия накопилась? Я че-то даже не успел заметить этого. Серьезно. Давай вот так сохранить. Теперь запишем один сейв наш. Ну, давайте тогда конец хода заделаем. Хотя бы засчитывать, ну, посидим. Посмотрим, что у нас тут происходит. Потому что вот этот полонистский центр штурмовать буду 100% в следующем видео. Ого. Интересно. Господи, сандики, смотрите, прям отожрались как. Ни хера себе. Так, давай сюда. Переход заделаем. Здесь мы ставим гарнизон. Вот этих ребят. И тех на жрецов. Вот это, конечно, неожиданно. Я-то думал, мы с Тау будем воевать. Но думаю, Тау отобьются. Хотя, нет. Не отобьются они. То есть, придется, нам с гвардией дальше воевать. Ну, фиг его знает. Может быть, некроны еще отожмут. Кстати, они довольно жесткие. Смотрите, что у них тут есть. Ужас какой. Они сейчас, если пойдут на столицу Тау, они ее разнесут. В пух и прах. Передавай база, кстати. Технические требования. То есть, мы сможем при нападениях получше себя чувствовать. Ну, или типа того. Не знаю. Ладно, конец хода. Я хочу, чтобы хаоситы напали. Нам надо оборонку сделать. Вот, видите, некроны отжали. Я же говорил, некроны отожмут. Они жесткие. Так, а хаоситы нихера не делают. Ладно, хреново для вас. Я все равно на ярость хотел пойти. Сегодня я хотел пойти еще на ярость. Так, техно-жреца. Да. Или нет? Давай вот так. И отряд гвардейцев. Вот. Мощь 6 должна быть. Не, 4. Мало. Блин, мало. Так, некроны сидят, пердят. Да ты что, лято ты? Все. А все, космодесантники, вас выпили. Так, автобой нет смысла делать. Бой. Поехали. Сегодня с космодесантниками. Дальше. В танцы покружимся мы. Блин, на самом деле неожиданно, что у нас бой будет. Вот так, мужики, все сюда. Они 100% отсюда опять же будут идти. Так, а и командир наш тут есть, кстати. Так, укрепляем всех ребят. Так. Так, а у нас нет энергии, да? Блин. У нас есть база, ну, сука, нет энергии. Вы прикалываетесь? Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Давай тогда. Это, в принципе, оборонка. Да будет. Не думаю, что здесь будет большая проблема для нас. Это займет пару секунд. Вообще не думаю. Так, мужики. Я не знаю, где этот чертов противник, но мы его найдем и трасснем. Так, нету его. Давай пока сюда. Сейчас сочутся, сука, кошки-мышки вот эти, которых я так не люблю. Так, все улучшения. Генераторов нет. Да я мая. А термогенераторов на карте-то и нет. Да, все. Сиди, перди, так сказать. А, давай, пехотные штабы тут закажем где-нибудь вот здесь. Пусть будут. О, а вот и они. Здрасте, космо-моряки. Давненько не виделись. Буквально пока что драчка у нас с вами была. Все, поехали. Сейчас еще техника у нас подъедет. Будет вообще шикарно. Давай вот этого сюда. И цербера было бы неплохо. Но его у нас, к сожалению, нет пока. Так, сейчас мы быстренько я тут утихомирим. Сейчас мы их тут, так сказать, приструним. Этих уродов. Так, крупный калибр окапываемся. Все, понеслась. Там, мы сейчас, а вы уже подъехали. Так, командир. Вот так. Готов к бою. Сюда. Сюда. Так, командир там нарезает нормально. Дай ему хорошо. Давай в командира тоже психическую силу заделаем. От, будет весело. Хорошо. Так, ну мощь, кстати, у Александра прям хорошая теперь. А у командира и какая мощь? А, ну, два раза больше. Добрый день, как говорится. Не, ну. Чертовые космонессаники тут ничего нам особо противопоставить не смогут. Ну и большие проблемы. Огромные, даже, так сказал. Так, слушайте, а может быть мы штаб не будем уничтожать? Как вам такой план? Не ввали сейчас штаб. Позабирать здесь позиции, укрепить их. Никто не прорвется через наш аргивой заслон. А, как вам план? Где мы нужны, сэр? Мудрый выбор. Огромные остановят. Давай, режим... Пошел, 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 пошел. Ожидание. Хорошо. Давайте мы, наверное, сделаем сейчас небольшую грязишку. Там казармы пока снесем. Так, режим удержания давай. То есть будут они выходить, мы их будем валить. Давайте мы тогда воспользуемся этим моментом. Ой, храм бога машины у них есть, нифига себе. Так, парни, отряд, отряд. Один отряд туда, один отряд сюда. Давайте заберем все позиции. Ага, они забирают все-таки позиции, хорошо. Сейчас мы им тут снесем казармы всякие. Все остальное тоже заделаем. Все, точку забрали. Давайте мы позабираем все позиции. Ну, типа, чтобы оборона была дальше более легкая. Ну, типа, а почему бы нет? Сразу тут можно будет оборонку, кстати, сделать. Вот здесь, в этом месте, в ущелье. То есть вот эти турели позабирать. И все будет круто. Так, атака. Так, хорошо, дочка за армией. Вы, главное, плод веры не убиваете. Он нам еще нужен. Мы сейчас именно по красоте все сделаем. Делаем все по красоте. Сейчас еще храмом бога машины надо уничтожить. Так, о, командир. Ой-ой-ой. Это что за дерьмо? Чего тут так много? Так, турельки давайте земля. Так, убираем, убираем, убираем. Тут сейчас турельки заделаем тогда такими темпами. Так, ты иди вниз. Сейчас бы еще не проиграть. На ровном, блин, месте, да? Но, думаю, этого не произойдет. Пиздем мое. Так, хорошо. Так, вперед, бойцы. В бой. Сносим этот чертов храм бога машины. Сюда давай. Опа, атакуют. Ну, они сейчас разведкой тут занимаются. А, они позиции, видимо, хотят отжать, да? Я понял. Давай тогда мы сюда поедем. Так, реликтовую забираем. Кстати, у нас нет реликтовой точки внезапно, да? Неожиданно, блин. Так, турельку сюда. Ага, еще техно-жерец есть, хорошо. Сейчас просто займемся укреплением позиций. На крысу, так сказать, все поделаем. А что бы, нет. Вполне себе классная идея. Блин. Как же их тут, черт, тебе, дерьмо много. Так, ну тут нам нужны, получается, наши цыплята. Давай сюда. Приказания довольно простые. Давай сюда. Они штаб убивают. Они убивают штаб. Нет, не убивайте штаб. Он нам еще нужен. Вы не понимаете, у нас целый план. Он тактический, блин, план. У нас целый тактический план здесь. Не надо все уничтожать так быстро. Так, на самом деле, это хорошая тема. Вот потому что в Солшторме такого нет. Если я правильно помню. Там нет такой штуки, что, типа, вот ты можешь взять и сделать оборону какую-то. Вот нет такого. Если я правильно помню. Так, ооо, это неожиданно, конечно, и неприятно. Так, отступаем к позиции. Давай, к позиции. Сволочи, какие они хорошие, а? Ну, даже не знаю, если они тут так укрепились, то, в принципе, даже не знаю, что можно делать. Там, конечно, можно добить им базу, и все. Сейчас поукрепляем эти точки и пойдем базу валить. Все, эту точку забрали. Вас давайте переправим сюда. Так, хорошо. Тут надо еще троллику одну, наверное, и все. Все будет на мази. Хорошо. Выходим, парни. Ну, надо бы нам эту точку забрать, по-хорошему, конечно же. Конечно же, надо забрать ее. Так, не, ну я не думаю, что мы успеем. Эти сейчас тут так быстро нарежут все. Так, давай мы тогда сделаем вот так. И съем эту точку. Не, ну врагов тут прямо ее почтение. У них такое ощущение, будто бы две базы, если честно. Хотя, казалось бы, здесь всего лишь одна. Так, точки, точки, точки. Вы давайте попробуйте забрать эту позицию все-таки, а? А может, получится. Так, эти позиции укреплены. Укрепляем. Иди туда давай. Хотя, зачем? Мы можем сделать так, вот. У нас же есть небольшие читы в виде тоннелей, да? Круто. Так, почему бы ими не воспользоваться? Так, еще натреку давай тузем ракетную. Ого, а тут куда взялся? Звучит крайне просто. Слушай, подожди, у вас две базы или что? Если у них две базы, это уже даже интересно. Да, у них две базы. Слышишь? Космодесантник. А какого хрена так больно? А, подожди, они застроили храм бога машины. Стоп. Точняк. Слишком много. Мы сделали СССР. Хорошо. Да, жестко вы тут решили нападать. Ой, это что такое? А это откуда взялось? Так, подожди, мы что-то это очень не нравится уже. Ну, прям очень не нравится. Откуда там столько войск? Так, тут турельки есть, есть. Так, давай сюда тогда. Нет, слышь, можно в этот штаб просто добьем. Че, ты их тут слишком много? Это сражение сейчас затянется на очень долгие часы. Нам это точно не надо и не интересно. Заодно и проверим, кстати, один штаб у них или два. Должен быть один. По-хорошему. Так, точку забрали, хорошо. Давай, может, попробую ее укрепить? Так, тут их позиция, тут они тусуются отовсюду. Слушай, ну прям реально много их. Жесть. Так, а ну-ка, штаб убиваем. Ну-ка. Да, у них два штаба. Все правильно. У них, черт подери, две базы и два штаба. Жесть. Вот это было неожиданно и неприятно. Но что-нибудь сейчас сделаем с этим делом. Так, церберы давай сюда, часовой давай сюда. Так, ну может быть Василисков тогда, а? Хорошая тема. Давай грейд два, грейды сюда. Комиссаров тоже всех сюда закажем. Нифига себе. Вот этого я точно не ожидал, что здесь две базы. Ну, я на самом деле начал это подозревать, как только увидел, что здесь с двух сторон меня начали пушить одновременно. Ну, никак не мог ожидать, что это так реально. Не, ну с другой стороны у космодельства там уже была армия большая. С мощью 10, так что логично. Это было ожидаемо. Так, дайте, пожалуйста, пройти нашей тяжелой технике. Господи, как же больно. Один стражник остался. Так, построили, построили, хорошо. Минки давай тут оформим. Остальные штуки тоже. Так, ракетный турель. О, мужики, выходим. Крупный калибр. Так, Василиски, вот вы, вот вы. Всех сюда и как можно больше. Тут, блин, не база, а хрен пойми что. Я искренне вакер, если честно. Не ожидал, что так много врагов будет. Так, ну все, а теперь дело за малым. Хорошо. А, там командор, подожди. Серые рыцари. Так, короче, атакуйте, там разберемся. Так, парни, выезжаем. Вы мне здесь очень нужны. Так, отлично. Так, помогаем. Ну, раз это вторая база, я раз на меня нападают, то, в принципе, вот эти позиции мне очень нужны, укрепленные. Пусть будут. Надо защитные позиции тоже на всякий случай укрепить. Потому что, если на нас будут так постоянно нападать, такими большущими армиями, верхний фланг у нас будет довольно дырявый. Прям очень дырявый. Но, в принципе, мне даже понравилось. Смотри. Враг прям огрызается. Прям много юнитов заказывает. О, давай арт-обстрел туда формируем. Казармы. Не, ну это было прикольно. Мне понравилось. Единственная проблема, знаете, вот этого режима завоевания и так далее. О, оборонительная операция. Наконец-то мы получили свое снаряжение. Черт тебя дери. Ну, потому что вот эта оборона у нас была просранная, так сказать. Ну, то есть неактивная, к сожалению. Поэтому... Вот так произошло. О. Все. В следующий раз, ребят, мы нападаем на территорию пустоши Эреса, наверное. Или нет? Или, наверное, на космопорт надо. Надо, наверное, космопорт забрать. Тогда мы сможем атаковать где угодно, когда угодно, в любой достижимой территории, да? То есть... Мы атакуем почти любую провинцию на карте, вне зависимости от удаленности. Да, то есть любую провинцию на карте можно атаковать. Единственное, что нельзя будет атаковать от крепости. То есть надо будет, если хотите напасть на крепость, надо атаковать территорию соседнюю и потом нападать на крепость. Только так. О, численность. А что численность дает? Ограничение максимально подразделений. Ага, то есть если у нас там, например, 12 гвардейцев, то будет 14. Ну, типа того. Ладно. А, это была оборона, следующая мы атакуем. Хорошо, давайте сделаем сейв. Интересно. Я на самом деле, сколько не играю в Dark Crusade или вообще тот же Soul Storm, всегда что-то новенькое вызываю, всегда что-то прикольное. Вот на самом деле у меня никогда на средней сложности, что я играл, не было такого, чтобы... Ну, во-первых, кто-то бросал свою крепость из этих на карте юнитов, да, то есть эти фракции на карте. Во-первых. А в других у меня не было, чтобы кто-то захватывал космопорт, вот эти вот точки с яростью, там, например, с промышленным производством. Вообще ни разу не было такого, честно. Так что для меня это, наверное, даже какой-то, в каком-то плане, экспириенс новый. Потому что на высокой сложности, как я сказал, никогда Dark Crusade или Soul Storm не проходил. Ну, ладно. На этом, в принципе, всё. Если тут впервые, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокол, лайкайте, комментируйте и не забывайте переходить по ссылкам в описании в наши группы, ВК, Дискорд-канал, Твич-канал. Всем удачи! И мы с вами увидимся в будущих видосах на нашем канале. Всем пока, ребят!